Здравствуйте, дорогие друзья, недельная глава Медцара. О создании мира, о создании неба, о создании земли в Торе рассказывается в одной главе. О злом языке и последствиях этого рассказывается уже подряд, по крайней мере, в двух. Почему? Потому что Бог, создавший небо и землю, Бог, знающий пружины управления этого миром, понимает, что сила только в слове. Все остальное это иллюзия. Физический мир это иллюзия. Хотя нам кажется наоборот, вот он физический мир, а слово оно такое, улетающее. Мы ощущаем физический мир, считаем, что он основа всего. На самом деле это не так, через 120 лет мы это обычно понимаем. Да и в этом мире зло приносит именно язык, который человек не умеет держать за зубами. Написано, что вот эта болезнь Царата, которая описывается в Торе, появляется у тех, кто злословил сначала на имуществе, потом на домах и на одежде. Сейчас точно так же многие теряют имущество, одежду и так далее. И никто не связывает со своим языком, но написано, что болезнь, наказание тому, кто злословит болезнь Царата. А если нет болезни Царата, как сейчас, написано, бедность является наказанием за и денежные потери. Бедность и денежные потери. То есть, все в этом мире устроено не так, как мы думаем. Написано все эти несчастья, почти все связаны с языком. Состояние нашего внутреннего мира, оно как бы проекцируется на то, что происходит во внешнем. Давайте чуть сложнее. В Торе написано, что человек на коже тела, которого Биор Псаро, появится опухоль или шай, или пятно написано. Зачем в Торе упомянуло слово лишнее, тело, кожа тела. Понятно, что кожа. Мы знаем, что в Торе каждое слово важно. Сегодня вообще происхождение многих кожных заболеваний, это абсолютная загадка. Дерматология это самая таинственная, или одна из самых таинственных областей медицины. Кожа это граница, отделяющая человека от внешнего мира. Она отражает то, что происходит внутри. В частности, психики в душе человека. Если мы помним Тору, наказание Адама и Евы за нарушение запрета Творца. Потом рассказывается, что будешь ты рожать, так ты будешь добывать. А в конце что? Техническая такая фраза. И сделал Творец милосердный человеку и его жене одежду из кожи и одел их. О чем идет речь? Написано в Торе, что раньше тела человека окружало сияние. Носили такой свет, Ор называется. В результате поступка, и последовавшего за них наказание, у них появилась совсем другая одежда. Свет покинул тела первых людей. Тогда Всевышний пожалел их. И дал им одежды из кожи. На иврите Ор тоже. То же самое, только разница не с буквы Алиф, которая связана с Творцом, а Айн, связанная с материальностью. И так выражение кожа тела отмечает высочайшую внутреннюю проблему. Связанную с дурным поступком, с несовершенством, которое человеку необходимо преодолеть и исправить. Ради этого душа человека приходит в этот мир. Очень коротко обдумайтесь. То есть в самом начале Торы нам сказали, что произойдет и как исправлять этот мир. Для того, чтобы видеть этот мир своими собственными глазами, видеть твоими, видеть красоту этого мира, видеть все, что человек создал. Ты для этого и приходишь в этот мир. Представь себе купе поезда, едет ребенок и два пассажира, ребенок с папой. И ребенок каждую секунду дергает, папа, посмотри, какое небо, папа, посмотри, какое звездо, папа, посмотри. Где-то через два часа пассажир спрашивает папу, извините, тут два часа ребенок не остановился. Он какой-то гиперактивный, может его показать в клинике. Папа говорит, а мы как раз возвращаемся из клиники. Сегодня первый день, когда мой сын обрел зрение, он до этого 14 лет не видел света. Мы забываем, что должны быть счастливы тому, что уже, к примеру, мы зрячи. Написали мудрецы, что все беды приходят только в этот мир, когда мы разучились благодарить за ее безусловные радости, эту жизнь. Для того, чтобы мы получили их сполна, чтобы жить и радоваться вообще, что нужно человеку, чтобы жить и радоваться? Нужно две вещи, жить и второе, радоваться. Мы можем ходить, мы должны этому радоваться. Кто может говорить, он должен радоваться. Любить радоваться, но не сказочное или это богатство. Мы не замечаем того наиглавнейшего, чего больше всего заслуживает нашей благодарности. Зачем выискивать повод благодарности, ожидая чуда, когда каждый день это и есть чудо? Вот это вот важная вещь. Иудаизм учит нас, что быть недовольным жизнью означает критиковать Бога, который создал эту жизнь. Надо вдуматься в слова молитвы. Что мы говорим в молитве? Мы благодарим тебя, Господь, который сохранил нам жизнь. И позволил нам выжить и дожить до этого дня. Вот важнейшая молитва, которую читает самые важные моменты жизни. Потому что все решает Он. А мы, мы можем только просить и вести себя как любящие дети. Это помогает почти всегда. Давайте попробуем. Точно не повредит. Прохова и отслыхав. Прохова и отслыхав. Прохова и отслыхав. Продолжение следует...